Видео подготовлено сайтом online.gdz.net, страница 57, упражнение номер 102. Расскажите по таблице признаки падежей об одном из падежей по плану. На какие вопросы отвечает имя существительное в этом падеже? С какими предлогами он употребляется? Каким членом предложение является? Приведите пример предложения с именем существительного в данном падеже и объясните по каким признакам можно определить падеж существительного предложения. Итак, именительный падеж отвечает на вопросы, кто что, потребляется без предлогов и в предложении является подлежащим. Например, во дворе рос дуб. Слово дуб стоит в именительном падеже. Родительный падеж отвечает на вопросы, кого чего, потребляется с предлогами без у, от, до, из, около, для, с, возле, вокруг, предложение является второстепенным членом. Звери не могут обойтись без чего? Без дуба. Родительный падеж отвечает на вопросы, кому, чему, употребляется с предлогами ка, по, и предложение является второстепенным членом. Мы подошли к могучему дубу. К чему? К дубу. Родительный падеж. Винительный падеж существительный винительного падежа отвечает на вопрос, кого, что, употребляется с предлогами через, про, в, во, на, за, под, предложение является второстепенным членом. Вдали мы увидели, что, маленький дуб, винительный падеж. Творительный падеж существительный творительного падежа отвечает на вопросы, кем, чем, употребляются с предлогами над, за, под, перед, с, со, между, и в предложении являются второстепенными членами. Например, кабаны искали желуди под чем? Под дубом. Творительный падеж. Предложный падеж. Существительное предложенного падежа отвечает на вопросы о ком, о чем и употребляется только с предлогами при, о, об, на, в, в. Предложение является второстепенным членом. Например, Маша рассказала всем о чем? О дубе. Творительный падеж. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.